Инсомния Вторая посвящена выдающемуся джазовому музыканту, которого звали Хоррис Сильвер, и я написал давно эту пьесу в стиле его творчества и назвал ее «Сильвер Блюз». Итак, «Инсомния» и «Сильвер Блюз». «Инсомния» 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Вы только послышали две пьесы. Первая это пьеса из репертуара замечательной группы Дорс, которая называется Райнерс, он «The Storm», «The Storm», «The Storm», одна из таких мистических песен, поскольку Джим Моррисон был мистиком и сюрреалистом, если вы знаете, и непонятно, как он умер в Париже и умер ли вообще, а может быть, сымитировал свою смерть, в общем. А вот вторая пьеса, это была композиция, написанная мною, посвященная историческому месту в Центральной Азии, называется она «Алайский базар». Этот базар возник за две с половиной тысячи лет приблизительно до нашей эры на маршруте Великого Шелкового пути, когда из Китая везли в Европу, уже тогда был очень популярен и сейчас остается китайский шелк. Никто не знает, как его делать. И вот шли караваны в Европу, в Африку, в Индию, а потом возвращались обратно с другими товарами, и вот эти два потока встречались как раз под склоном Алайского хребта. И там образовался такой базар, и он просуществовал уже не одну тысячу лет, и сейчас он находится на территории Ташкента, я там бывал. Это такой маленький базарчик, гораздо меньше, чем центральный рынок там. В общем, мало кто даже из жителей Ташкента и Узбекистана знает о том, какое это исторически важное место вообще в мировой истории. Вот такая была композиция. Сейчас мы опять переходим к вокальной части. Вы услышите замечательную балладу, которую написал Квинти Джонс. Этот человек, который очень много сделал и для джаза, и для поп-музыки. Между прочим, он делал почти все аранжировки и сочинял все песни для Майкла Джексона. А сейчас прозвучит песня, в общем, которую я бы даже к поп-музыке не отнес из-за серьезности ее содержания. Она так и называется «Everything must change». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «You're out of place » «In life » «He can be torn » Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с политикой Маргарет Тэтчер, которая, придя к власти, спасла английскую экономику, каким-то образом, значит, раздав рабочие места, но рабочим, не молодым. А молодежь вообще осталась без работы, благодаря ее реформам. И не только бедная молодежь, а и богатая, и какая угодно. Они слонялись по улицам, безделие, не знали, чем заняться. И вот начался такой протест. Витяна Андрея очень культурная страна, с глубокими культурными традициями. И вдруг в ней возникло вот такое чудовищное явление. Я помню, как мы тогда с ужасом взирали на то, что делают английские панки. И вдруг произошла какая-то странная вещь. В начале 80-х возникло движение музыкальное, которое называется постпанк. Появилось огромное количество групп с очень красивой, профессиональной, вывернной абсолютно новой музыкой. Постпанк. И это назывался стиль New Way. В общем, как, знаете, как из гусеницы уродливо рождается вдруг прекрасная бабочка. Вот то же самое и произошло. Те же самые панк-музыканты вдруг стали играть. Я помню, как вообще просто влюбился в эту музыку тогда. И вот сейчас прозвучит композиция как раз из репертуара таких, ну, может быть, поздних уже постпанк групп. Она называется Tears for Fears. Она, кстати, большинство этих групп просуществовало не больше там 10 лет. И потом все распались. А эта группа существует до сих пор. И вот показательно, что вообще вся английская рок-музыка, она отличалась от, например, джаза. Там надо было уметь играть, иметь музыкальное образование, потому что уже такая была сложная фактура во всех новых жанрах. А английские рок-группы, они состояли из студентов, причем не музыкальных, а каких-то других факультетов. Архитекторы были, дизайнеры в основном. А может быть, даже инженерами становились. И они образовали такие группы и начинали вдруг играть. И получалось что-то необычное, поскольку они не обучались ничего и не были подвержены влиянию этих стандартов, которые в училищах раздает играть свинг, бибоп и так далее. Вот так возникло несколько замечательных групп, одна из которых Tears for Fears. Осознание всего два человека. Это Роланд Розабал и Курт Смит. Они учились на каком-то философском факультете, еще вдобавок с эзотерическим таким уклоном. И интересовались разными книгами. И вот тогда была очень популярна книга Артура Янова, которая называлась «Первобытный вопль». Вот такая какая-то странноватая такая была книга. И песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Шаут», то есть вопль. Это как раз взято, мне кажется, из названия вот этой книги Артура Янова. Итак, Tears for Fears в нашей интерпретации. «Шаут». 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 На этом наш концерт подошел на минуту. Прошу к концу. Простяемся с вами. Спасибо вам. Всего вам хорошего. До свидания.